История хирургического лечения Джона Хантера, который в 1787 году Истек меланому кожи лица с метастазами в зачерюстную область В зачерюстные лимфоузлы Как он это сделал? Какая была анестезия? Какой был гемостаз? Это одному Богу известно Но это замечательный факт в то время Тогда меланома не имела названия меланома Непонятно что удалили Но по описанию это было меланома все-таки Вот впервые понятие меланоза Ввели вот Рене Лаеннек Который изобрел светоскоп И Дюпи-Итрен Который известен по своей контрактуре Помните? Два французских хирурга Это было описано в 1812 году В 1857 году Английский хирург Вильям Норрис Опубликовал Обосновал вот работу такую Вот на девяти случаях меланомы Обосновал необходимость широкого иссечения Это был первый хирург Который вот это Систематизировал как бы А дальше История меланомы связана Начиная с 1898 года С Гербертом Сноу Который обосновал необходимость Лимфодисекции Предложил профилактическую Лимфоденоктомию И на самом деле В этом резон был Потому что если профилактически Всем подряд делать Лимфоденоктомию То среди них будут больные Которым это показано То есть результаты будут лучше Поэтому логика в этом была Ну вот на самом деле Относительно недавняя тактика Хирургического лечения Была сформирована в 1907 году Доктором Биллием Хендли И это все применялось Практически до 70-х годов Прошлого века То есть лимфодисекция Широкое иссечение И кое-что еще Вот одна из работ того времени 1939 год Как надо было иссекать меланому То есть от 3 до 5 сантиметров Желательно с фасцией И желательно побольше Клетчатки захватить То есть кожный разрез 5 сантиметров А клетчатка может быть Там до 8 доходить Вот образец Наконец в 1958 году Важная века Развития хирургического лечения меланомы Это Оскар Грич Предложил изолированную химиоперфузию Ну не только конечностей Но началось именно с этого И вот видите Вот такая меланома Которая В принципе Грозила ампутации здесь Другого варианта Хирургического лечения не было Но после перфузии Вот удалось вот такие результаты получить Ну а сейчас вы знаете Что химиоперфузия Применяется при Легочных метастазах Метастазах печени Я не имею ввиду меланомы Другие заболевания Другие первичные локализации В общем сейчас Становится современным Методом лечения С конечностями Там сложнее немножко Ну в связи с доступностью Лекарств для этой процедуры Ну и наконец Очень большой вклад Сделали известный вам Кларк и Бреслову В 70-х годах Прошлого века В общем-то независимо Но до сих пор И та и та классификация и есть И в этом смысле есть Потому что Если тупо смотреть По толщине кожи По высоте по Бреслову Толщина по Бреслову То кожа разная В разных местах Где-то на лице она тонкая На спине она толстая И там не совсем соответственно Хотя корреляция очень высокая Там корреляция 0,8 примерно Между тем Что мы определяем По Бреслову И по Кларку Все это легло В основу Современной классификации Потому что Связано с прогнозом И были проведены Циклы работ Примерно от 6 до 11 Рандомизированных исследований Которые показали Что именно на это Надо ориентироваться И обосновали таким образом Шириной сечения Ну и наконец Новый этап Развития Это связанный С лимфографией Которой занимался Дональд Мортон Вот и публикации Были относились К 1977 году Начало публикации Он начинал с лимфографии С коллоидным золотом Он пришел К технике Сетинейной биопсии И в 2006 году Цикл статьи Публиковал Которые доказывали Пользу этой процедуры Просто-напросто Значит Ну какие факторы Определяли Выбор тактики Хирургического лечения Понятно, что Вначале это был Индивидуальный опыт Хирурга Поскольку Это довольно редкая Патология В Европе была И частая патология В Великобритании Потому что Индия была Короной Британской империи А там Солнышко светит Будь здоров Коллективный опыт Доказательной медицины Это уже 20 век То есть пошли многоцентровые Кооперативные исследования Которые идут И в настоящее время Это золотой стандарт Доказательной медицины Возможности обезболивания Какие были тогда В эпоху до наркоза До местной эстезии Какие есть сейчас Технические возможности Электронож Лапароскопия Биопсия синтетических лимфоузлов И методы их определения И способы пластики Дефектов Которые образуются После Иссечения первичной опухоли Перфузия Про которые я уже говорил Стодирование Наконец появились В 70-е годы Появились Более не менее Удачные препараты Для химиотерапии То есть Докарбазин Производные Мочевины ЦСН-БЦН Но эффективность Была в общем-то Невысока Вы помните Там 18-20% Был ответ На эти препараты И на схемы Многокомпонентные То есть Грубо говоря 80 больных из 100 Получали просто так Химиотерапию Которая не является Витаминотерапией Вы понимаете Вот Ну дальше Появились представления О развитии Молекулярной биологии Меланомы Открыли мутацию Браф ФБ-600 И наконец Появилась Таргетная терапия Ингибиторы Браф И иммунотергетная терапия По этим причинам Агрессивная тактика Хирургического лечения Которая была В начале 20 века Она Таскать Умерила свой пыл И стала Более консервативной Значит Какие задачи Решаются Хирургическим путем Удаление Первичной опухоли Как оно решалось Раньше 5 сантиметров И более Сегодня Редко 5 сантиметров Только Да Есть сателлиты Какие-то вблизи Десмопластические Меланомы И так далее Потом На лице Применяется В ряде клиник Хирургическая техника МОСА Когда Экономное Сечение Проводят А затем Весь периметр Сеченного лоскута Исследует Патоморфолог И пишет Что на 13 часах Имеются Пигментные клетки В этом месте Приходится Доиссякать Опять Посылать на исследование Если надо То еще раз Доиссякать Потому что На лице Вы понимаете Соблюсти принцип Радикальности В общем Достаточно сложно Особенно Когда Толстые меланомы Извязвленные Там уж Как Бог Так сказать Положит Ну и наконец Появились методы Эксизионной Биопсии Которые раньше Не делали Сейчас В общем Применяются Диагностики Что происходит С коллекторами Лимфатическими Исторически Вот предлагалась Профилактическая Лимфодисекция Затем Расширенные Варианты Придумали Когда уж Больше чем Нужно Удалять С лифа узлов По типу Паха Подвздошных Лимфодиноктами И так далее Но В те времена Вы помните Урбалходы На операции Были при молочной Железе Когда удалялись Снутригрудные Лифа узлы Профилактические Вот Ну и сейчас Все уперлось Так сказать В сентинельную Биопсию Что она показывает В общем В том объеме И выполняется Что касается Отдаленных Метастазов Значит Удаляли Раньше Метастазы Мягких Тканей Кожи И сейчас Удаляют Когда это Доступно Потому что С точки зрения Химиотерапевта Радикальное Удаление Метастаза Солитарного Это полный Регресс Ну Удаляют Резектабельные Легочные Метастазы Ну Обычно Вот мы делаем С технологией ХПЛ Пока не ясно Как это влияет На выживаемость Но на безлицидивную Выживаемость В легком Это влияет При многих Локализациях При мелаломии Пока это вопрос Стоит Надо это делать Или нет Органные Метастазы Точно так же Ну и наконец Где стоит Вопрос Не стоит Это Церебральные Метастазы Там Операция В общем-то Или какое-то Стереотоксическое Лечение Оно Обеспечивает Выживаемость Все-таки У больных Ну и в отношении Рецидива Местные Рецидивы Транзитные Метастазы По возможности Удаляются Если не Оказывает Достаточный Эффект Химиотерапия Или Таргетное Лечение Ну и наконец Диссиминация В пределах Конечности Раньше Тоже удаляли До 40-50 Очагов На бедрах На голенях Вот сейчас Появились Технологии Изолированной Химиоперфузии Фотодинамической Терапии Вот примеры С 50-х годов Схема Сверхрадикального Хирургического Лечения Меланомы С транзитными Метастазами 5 сантиметров Отступ От края Опухоли Дальше Лоскут Ремедный Такой До паха И там Лимфодисекция С исчением Транзитных Метастазов Вот этот Лоскут Идет Все это Моноблочный Выполнялось И замещалось Там по-всякому Свободным Лоскутом Перемещенными Ну какие Варианты Существуют Удаление Первичной Опухоли Вот широкое Сечение Замещения Дефектов Всевозможными Способами Вот сейчас Довольно Хороший Метод Пластики Разработанный Вплоть до Пластики На питающей Ножке С сосудистыми Астамозами Ну это Редко При меланомах Применяется Довольно Редко Анестезия Совершенная Анестезия Но применяется И местная Астезия Только нельзя Никогда При использовании Местной Астезии Вводить Подопухоль И вопухоль То что Это выдавливает Все таки Гидродиамический Пусть Механистический Подход Но тем не менее Клетки Попадают В кровоток Вот наши Данные За 20 лет По больным С метастазами Головном Мозге Экономные Сечения С местной Астезии Синяя Кривая Все остальное Это красная Кривая Посмотрите Какая разница В сроках Появления Этих Метастазов Причем Это выполнялось Во многих Учреждениях Города Больные Поступали К нам Уже Потом Дальше С ними Занимались Ну вот Такие Результаты Оказались В итоге Методы Это очень Важно Ну вот Раньше Делали Вот такие Способы Пластики По типу Итальянской На питающем Стебле И так далее Вот еще Один вид Пластики Ротационным Лоскутом Шея Основание Позволяет Обеспечить Питание Разрезы Идут По лангерским Линиям Кожи Здесь Поэтому Косметический Результат Очень Хороший Больная Просила Подтяжку Лица На другой Стороне Сделать После Этой Операции Там Мне 70 А Здесь Мне 40 Извините Двумя Лоскутами Встречными Да Вот здесь Я скажу Что здесь Было еще Шейная Диссекция Была Вот у Этой Женщины Была Шейная Лимфатическая Диссекция Да Что же Так Так Все Заклинило Пойдем Дальше То есть Лоскут Отслоили Продлили Разрез На шею Отслоили Лоскут Сделали Шейную Лимфатическую Диссекцию Положили На место И растянули Благо Здесь Избыток Кожи Достаточно Аминома Занимает Пол Лица Вот Вот Другой Способ Пластики Встречными Ротационными Лоскутами Который Запатентован Видите Довольно Большая Меланома На грудине В области Грудины Можно Свободную Пластику Сделать Но Здесь Можно И вот Таким Способом Выйти Из положения Ткани Позволяют Здесь Заключение Значит Тактика Изменилась В сторону Дифференцированной Консервативной Хирургии Отступ Сократился Представа Применяться Микрографическая Техника МОСА Произошел Отказ От профилактических Радикальных Лимфоденоктомий В пользу Сентинельной Биопсии Травматичность Снизилась Многих Видов Хирургического Лечения Арсенал Пластической Операции Увеличился Появилась Фольтодемическая Терапия И химиоперфузия Вопрос Остается В отношении Изолированных Отдаленных Метастазов Спасибо За внимание Продолжение следует...